Не только жители и гостей Симферополя беспокоит проблема заторов на столичных улицах. Обратили пристальное внимание на ситуацию в крымском правительстве. По мнению главы республики, на объектах, где ведутся ремонтные работы, усугубившие пробки, не хватает людей, на должном уровне не организована схема объездов. Не устраивает власть и периодичность уборки мусора. Теперь на всех улицах и точках будет проводиться постоянный мониторинг, а его результат отчет ответственных ведомств составят в конце недели. Только тогда в Совмине сделают окончательный вывод и составят представление о причинах. Все сотрудники находятся на объектах, которые строятся. К вечеру, каждый вечер до пятницы будут подводиться результаты этой работы. Соответственно, сделан анализ, что мешает своевременно выполнить эти работы в соответствующие сроки, как ведут себя подрядчики, обеспечивают ли должное количество людей и техники на объектах, правильно ли были составлены планы и так далее. Своё видение ситуации, а главное средство от проблемы должны предоставить и в администрации Симферополя. Глава республики Сергей Аксенов призвал городскую власть составить план оптимизации всех процессов. По итогам заседания стало известно, что Ирина Кивяко после назначения на должность вице-премьера сохранит за собой и управление Министерством финансов. 29 октября Минфином был представлен проект бюджета республики на ближайшие три года. Представляя основные параметры проекта республиканского бюджета, отмечу, что в следующем году правительство Крыма с учетом поставленных президентом задач планирует реализовывать региональную бюджетную политику, направленную на обеспечение стабилизации внутренних экономических показателей, внедрение новых стандартов качества жизни в сферах социально значимых для населения, реализации мероприятий инновационного развития и модернизации отраслей реального сектора экономики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры и энергетики, сбалансированного регионального развития и совершенствования прозрачности и открытости бюджетного процесса. Доходы республиканской казны в следующем году составят 187 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2020-м 182 миллиарда и 600 миллионов. По данным министра, расходы бюджета будут сопоставимы с доходами. Правительство оформило проект. Теперь слово за Минфином России, куда он будет направлен в начале следующего месяца. Просто мы должны до 1 ноября, то есть рамочный, подготовить проект, и отправить его в Москву, в Министерство финансов Российской Федерации. Поэтому мы уже из этого исходили. А уже по... Ну, к сожалению, у нас совещание просто было сорвано из-за трагических событий в Керчи. То есть, поэтому, наверное, мы бы уже эти параметры определили. Поэтому прошу до 6-го числа все эти предложения с Минфином нашим выверить полностью, без исключения. Соответственно, будем просить правительство Российской Федерации поддержать нас по ряду направлений. Также по итогам заседания Совета Министров стала известна окончательная позиция власти по заводу «Титан». Так, Сергей Аксенов не исключает возможности национализации предприятия, однако, лишь как исключительную меру. В случае повторения сбоев в его работе в отношении частной собственности национализация на территории республики применяться не будет, подчеркнул ее глава. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Тарас Березицкий, Евгений Стариков.